Привет друзья подписчики! Сегодня покажу вам аж три идеи по улучшению работы таких вот светодиодных фонарей, которые заряжаются от солнца. По запросу LED Solar Lamp можно найти огромное разнообразие таких вот фонарей. Стоимость у них примерно одинаковая, а если брать оптом, то и вовсе за копейки можно приобрести. Думаю дешевизна и есть основная причина их большой популярности. А вот и моя модель, которую я буду улучшать в этом видео. Стоимостью всего 3 доллара, а если брать оптом 4 штуки, то и того меньше. Но на что я еще хочу обратить внимание, так это помимо цены, количество светодиодов. Именно в этом фонаре их 100, а в модели поменьше 24. Разница почти в 4 раза. Но при этом цена у них почти одинаковая. Как вы думаете, в чем причина? А причина в том, что самая дорогая деталь у них это литий-ионный аккумулятор. И для экономии устанавливают всего лишь один аккумулятор 18650. Как в первой, так и второй модели. И производители вовсе не волнуют, что такой аккумулятор еле справляется с 30 светодиодами, не говоря уже о 100. И с магазина такой фонарь работает максимум 2-3 часа, при условии, что аккумулятор полностью заряжен. Да, у этих фонарей еще есть солнечная панель, которая может подзарядить аккумулятор. Но со временем она припадает пылью, и ее эффективность сильно падает. В результате, устройство из-за слабого аккумулятора превращается в бесполезную игрушку. Итак, первая идея, как можно улучшить данный фонарь, чтобы он стал реально полезным устройством. Как видно, мы можем параллельно основной батареей подключить несколько дополнительных. Ну а с целью экономии, достать мы дополнительные аккумуляторы можем из одноразок. Если их аккуратно разобрать, можно достать очень хороший аккумулятор. И несмотря на свой маленький размер, емкость у него довольно большая. Это то, что нам нужно, так как таких аккумуляторов может много поместиться в корпусе фонаря. Такая сборка, как у меня, примерно равна двум аккумуляторам 18650. И по сути, мы увеличили емкость устройства в три раза. И кроме того, я вывел плюс и минус снаружи фонаря. Для возможности внешней зарядки аккумуляторов. И, как видим, аккумуляторы отлично помещаются внутри корпуса. Устройство закрывается. И теперь есть возможность продемонстрировать, как можно зарядить этот фонарь с помощью внешнего зарядного устройства. Фонарь заряжен на 100% и готов к работе. Ну а сейчас время второй идеи, как можно еще улучшить этот фонарь. А именно, чтобы не использовать внешне зарядное устройство, мы можем использовать зарядное устройство, опять же, от одноразки. Разбирается и подключается, но очень легко. Красный провод на плюс аккумулятора, черный на минус. Ну и, конечно, нам ничто не мешает параллельно заряжать несколько аккумуляторов. Таким образом, мы увеличиваем емкость силой батареи. В моем же случае, я решил подключить параллельно второй аккумулятор. И заряжать их вместе от зарядки, от одноразки. Вот так это выглядит с близка. Я думаю, сюда мог бы поместиться еще и третий аккумулятор. Но, к сожалению, на данный момент у меня его нет. Ну и опять же, все прекрасно собирается, помещается внутри. И преимущество данной модернизации в том, что нам не нужно подключать внешне зарядное устройство. По сути, наш фонарь превратился в мини-повербанк с возможностью зарядки от USB. Ну а если USB не подключен, устройство будет прекрасно заряжаться от солнца. Кроме этого, мы можем контролировать, насколько заряжен внутренний аккумулятор. По сигнализации на зарядном устройстве. Ну а сейчас пришло время самой необычной третьей идеи. По улучшению светодиодных фонарей. Для этого я специально приобрел более мощный фонарь, которым аж 100 светодиодов. А может быть и больше, я не считал. Но, как ни странно, в этом светодиодном фонаре, более мощном, светодиодная панель даже меньше по размеру. И это при том, что количество светодиодов отличается примерно в 4 раза. А это значит, что данный светодиодный фонарь нуждается еще более продвинутой модернизации, чтобы продлить время его работы. Давайте посмотрим, что у него внутри. Неужели также находится всего один литий-ионный аккумулятор 18650? И так оно и есть. Всего один аккумулятор. Но уже с возможностью его замены. Без пайки контактов. Но для этой модернизации нам все-таки придется припаять двухжильный провод к минусовому и плюсовому контакту аккумулятора. Но с противоположного конца я присоединил клемму быстрого монтажа. Для того, чтобы можно было подключить внешний аккумулятор. И для внешнего аккумулятора мы будем использовать не только аккумулятор и саму зарядку, а также и сам корпус одноразки. Для этого нам нужно просто параллельно соединить три аккумулятора и поместить их в корпус. Вот таким образом они просто параллельно соединяются и плотно закрываются в корпусе. Таким образом мы сделали внешний аккумулятор для нашего светодиодного фонаря и можем подключить его. И как видим, фонарь продолжает работать. Теперь мы можем даже удалить встроенный аккумулятор. И это не должно повлиять на работу фонаря. Ну а сейчас для чистоты эксперимента давайте полностью отключим внешний аккумулятор. И чудо не случилось. Устройство, конечно же, перестало работать. По сути, внешний аккумулятор может быть любой емкости, поскольку мы теперь не ограничены корпусом самого устройства. И по сути, наш фонарь превращается в мини-солнечную электростанцию с возможностью подзарядки от сети. И давайте теперь подключим аккумуляторы в обратном порядке. Посмотрим, как устройство будет работать. И как видим, фонарь продолжает работать, независимо от того, какие аккумуляторы подключены в данный момент. В общем говоря, такая вот простая идея по модернизации светодиодного фонаря превращает ее в довольно полезное устройство. Лично я уже несколько лет использую данную идею и результатом очень доволен. С внешним аккумулятором устройство теперь может работать больше двух дней без солнца. Точно сказать не могу, так как встроенный датчик движения не дает устройству работать непрерывно. Но, честно говоря, с внешним зарядным устройством солнце уже и не требуется. И при отключении электричества два дня автономной работы более чем достаточно. Ну и самое главное, фонарь продолжает отлично работать, одновременно заряжаясь как от солнца, так и от сети. Спасибо. 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 И еще одним не совсем очевидным преимуществом внешнего аккумулятора является то, что его можно подключить удаленно. Для этого нам нужно просто взять двухжильный кабель любой длины, подключить его к фонарю через клеммник, а другой конец подключить к внешнему аккумулятору. Таким образом вы можете размещать аккумулятор в помещении, а фонарь на улице. И в зимнее время аккумулятор не замерзнет и фонарь не перестанет работать. В общем, я надеюсь, вам понравились эти три идеи по модернизации светодиодных фонарей на солнечных батареях. Решения очень похожи, но у каждого есть своя особенность. Лично я уже несколько лет использую эти фонари и очень доволен. Но могу сказать, что без дополнительного или внешнего аккумулятора это скорее игрушка, чем полезное устройство. А на этом все. Желаю всем хороших идей. Пока-пока.